Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 350. События дня. Эпиграф взят. Против дружбы с миром. Считайте. Иакова. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Что интересно. Говорят, никого не судите, а это не осуждение. Еще ничего не сказал, первым делом назвал. Понятие осуждения у людей, никакого даже и здесь не понимают. Осуждение, то есть окончательный приговор беспокоянный. То есть суд вынесен, теперь только идти в тюрьму, в лагерь или в ад. Вот запрещается что? Почему? Не судите никак. Доколе не придет Господь, не освятится крытое во мраке. Тогда будет каждому похвала от Бога. Ни в ад, ни в рай, никаких каннизаций, никаких анафем. Анафема только в двух случаях. Кто не любит Христа и кто искажает Слово Божие. Это Галатам 1.8.9 и Первым Коринфянам апостол Павел говорит. Это я посмотрел, а анафемы в первую очередь падают на православных. Не знают и не хотят знать. Дальше. Это за 26 ноября 2016 года. Как раз сегодня 27-е. Загивание на рождественский пост. Сегодня утро, воскресенье. Называется это Филиппов. День святого апостола Филиппа. И в народе так называют Филипповки. Ну и дальше не любите мира, не того, что в мире. Что в мире есть? Вот. Были от мира, то мир бы любил свое. Поэтому боятся, чтобы детей не преследовали. Ну и дети подделываются. То пионеры, то комсомольцы были. А за что ненавидеть? Передав им слово Твое, и мир возненавидел их. Маленько тормозните, прочитайте эти места. Далее. Вот хотите посмотреть вот этот ролик? Я православный. Слава Иисусу Христу! Алло. Так я не понял. Там вроде как Щукина. Ну ладно, я потом позвоню ей. Я понял, что Татьяна. Что-то она хотела сказать. Дальше. Путь благовестника, наша вера православия. Это два видеоролика, которые... Говори, я подумал, что Татьяна. Да. Вот что творят. А чем ты вазала? Ну ты знаешь, у меня вот нога-то там болела немножко тут. И Таня принесла какой-то там бальзам. Вы, если что, у нее спросите. Тане. Да нет, дмуха. Теримова. Я вчера ей его вернул. Я помазал их, два дня мазал. И мне достаточно. Надо помнить, что по коже все расходится и на сердце. Я сразу почувствовал. Я очень чутко отношусь к своему организму. И я ей вернул. Она не брала, я вернул. Я ей скажу, чтобы она на вас вышла. Очень хороший бальзам из одних там таежных трав. Прямо она купила специально. Виктор Андреевич меня поручил ей, чтобы за мной присмотрела она. И она прям тут же купила. Я вчера их кое-как вернул. И она за мной прям бегает. Я говорю, не возьму. Мне не надо. У меня не болит ничего уже. Все. Зачем из меня здорового больного делать? Вот. Я тебе скажу. Только сначала ноги тщательно вымой там с мылом. Чтобы поры открылись. И два раза все мазать надо. Там написано как. Оно белого такого цвета. Натер. И все. Вечером тоже. Оно быстро высыхает. И она очень сильно действует. Но мне это уже не надо. Я ее вернул. Ей напомнить могу. Договорились, да? На нее и выйди там как телефон. Так. Ну что? Не просится еще дочь-то? Вот она, если бы она попросилась, мы разрешили. Знаем вас. То она бы здесь по-другому мыслить начала. Она бы из тех этих печалей вышла бы в один день. Так вот и скажи ей. По форме, скажи, одеться, скажи, разрешают нам. Я через вас уже говорю. Нам не положено приглашать. Так это Аня, сука, или она в какой-то другой храм ходит? Или она только там сидит? Ну с Богом. Какая она же вернулась? Никакая. Ну дальше. Один служитель Московской Патриархии сказал. Семинарий Духовной Академии мне дали очень много. Я научился так врать, что и сам в это верю. Верит, что крещение, неполное погружение, то есть ладошкой по голове тоже крещение. Любую-любую безумную мысль сатана поднесет, может все оправдать. Бродобритие, а ни во что ставится. Каждый день причащаться и грешить, и причащаться. Все оправдали. Экономия. Придумали слово. Никакой экономии нигде в Писании нет. Там, если уже хотите, акривия. С акридами ел он. По большей строгости. Как внимательно должен следить человек за своим положением. Вчера спрашивает один, говорит, ну а как же, а там, говорит, о Библии говорится. Я говорю, выбрось это. Почему? Когда к Священному Писанию примешивают яд из мышлений, то получается наиболее приемлемая толпой привлекательная отрава. Вот весь ответ. Это я ответы, которые давал, они у меня остаются здесь. Ну и один заходит и ставит фотографию об Анфисе. Анфиса это наша родственница. Дочь моего племянника, как внучатка уже. Девчонка-то растет уже там в восьмом классе, наверное. И вот уже стоит, также ногу согнула в коленке, открячила зад, чтобы видно было, что-то у ней там есть. А еще там и нету. Это они все по-мерзки. И увидел ли, что она там где-то в брюках. Я смотрел, смотрел, призвал братьев, и так и не определили. Вот что это? У вас же в Потеряевке, и как это? Она не в Потеряевке. Она где-то была там в тайге, или где уезжала к кому-то. Я пишу, по-видимому, это платье так спустилось, что облегает ноги, она сидит. В штанах у нас в Потеряевке категорически запрещается быть чужим, а не только своим. Но они говорят, а если вас не будет... Для Потеряевки вы являетесь удерживающим? Конечно, Господь, я отвечаю. Да, Господь, конечно. Благодарю и выяснил батюшке. Там она выставила 60 фото, и на 60 фото где-то 3 или 4... Я сейчас даже могу показать. Так, где-то тут... Фото... Елены... Ну-ка, правильно или нет, я тут... А, это другое фото. Это у Елены были на дому. Ребята сфотографировали. Скрыник. Вот где она живет, как есть. Ну, наши сняли тут. Много снимали, но я их все забраковал. А вот она, фото Анфисы. Вот. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я одну десятую часть снял из них, которые можно показать. Вот она сидит. Такое тусклое одно. И брюки это или... Или юбка так вот. Ну, ничего не видно, сидит. Ноги закрытые. Ну, мы должны все-таки, говорится, смотреть. Дальше. Вот с кем-то она знает. Высунули языки. Они не знают, это скверно. Так делают всех, которые занимаются так называемым оральным сексом. Безумие из безумия. Глаза, серьги там. Ну, все. И она тоже стоит в стороне, тоже уже подражает. Мир захватил ее, поволок. Я батюшке это все покажу. Это его паства. Ну, вот она здесь. Тут какое-то представление было. Крылышки там. То другое. Без платка везде. Вот здесь они, платочки. Это их учительница Барабаш Елена. Это Еленин сын с пояском. Посмотри, какой юноша вырос. Прекрасный. Тут она стоит. Одета по форме. Она-то Василиса. Прекрасная. Вот. И вот она стоит, ногу отклящила. Видите? Она уже боком повернует, чтобы было видно грудь и проще. То есть товар выставлен. Девчонка. Такой снимок вы не найдете без платка. Ни в одной старой фотографии. Можете посмотреть тысячи фотографий. И нигде не найдете такое. Это новое сегодня. Чтобы видно было. Она ногу согнула. А там тазик-то склоняется. Вот эту, чтобы был какой-то бугорок сзади. Впереди видно. Вот. Больше у нее ничего нету. Ну, глупая совершенно. Ну, а вот тут она. Я не знаю. Тут штанах она или что-то. Бывает. На одной лыжине-то катаются там. Ну, совсем еще дитё. А тоже туда лезет. А там видно сун. Ёлки растут. У нас этого нету. Это она не у нас. Она у кого-то там была. В гостях. Зачем отсылает у гостя-то? Два, три, четыре, пять, шесть. Ну, это шесть фотографий. Ну, вот разберемся. Видите, как вот написали вчера мне. Видно, человек с расположением. Из другого города. За нами следят. Я говорю, что Кесарь пристально приглядывается к Израилю. Как Иуда Бенгу там говорится. Ну, и дальше. Галина Влесикова. Новокузнец. Я оставляю даже город. Я не боюсь. Она их не боится. Поэтому, кто... Когда я даю полное имя, здесь сразу еретики эти... Ну, разные там православные на меня нападают. И начинают их долбить против меня. Ведь это бесполезное дело, во-первых. Почему? Потому что я для Бога верил в свою жизнь. Вам еще не сделать. Ну, если обращают внимание на мои труды, то должно быть и поношение. Бог выравнивает эти весы. А то зацелует. Дорогой Игнатий Тихонович, благодарю вас за ответы ваши мне. При вашей-то занятости и величайших ваших трудах на Ниве Христовой находите время на ответы мне. Мне вчера сколько было. Я никак не думал, что вы мне ответите так быстро. Ну, я же пенсионер. У меня время есть. Любовь Христова объединяет и просвещает нас, таких разных людей в мире всем. Потому я узнаю, что вы мои ученики. Ну, видите, это взято в кавычки. Слова-то, конечно, Христова здесь. Я их выделяю. Вот оно. Иллюзорно, но хочется всегда, подобно евангельской Марии, сесть у ваших ног и слушать слово Христа, Бога нашего. Верю, что не одна я желаю этого. Ну, Бог дал мне эту власть. Власть. И она не от меня, а от Бога. Я могу воспоминаний давать. Много. Дал власть. Представьте, вся милиция в городе, офицерский состав. Только мне одному была дана в городе Барнауле. А вот еще за мной приезжает милиция, пять отделов городских, городские районные отделы. Городской отдел и краевой отдел. Как-то более 700 офицеров. Я перед ними выступаю. За мной присылает машину. Свою, милицейскую. Ну, от меня разве это зависит? Воинские части. У меня из одной воинской части и другой полные кинотеатры. Нельзя пройти. Это Бог делает. Школы. Пять университетов. Радиопрограммы. За мной приезжают и увозят. Я сам не могу. Сегодня у меня другой разговор. Я в интернете здесь. Благодарим Бога, создателей цифровой связи, постной нам в просвещении на нашем пути ко спасению. Надо узнать, кто это вот программу это придумал. Говоришь и записывай. Сегодня мне скинули уже программу. Говоришь, выбери на каком языке. Она на том языке будет писать. И мало того, звуковая даже будет. Вот какие люди есть. Малыми силами нашего сестричества, милосердия, посещаем болящих в стационаре. И разговор мой с болящими по слову Божию выпрямился благодаря вашим трудам. Раньше было много запинок и поисков в памяти. Как же более понятно для слушателей растолковать слово Христа. Это православное. Вот уже три года нашего с вами общения через ресурс Акураеве, отца Акураева Андрея. И речь моя выправилась. Подготовка священства в современных семинарах действительно слаба. Увы, учусь на всех ваших ресурсах с радостью и желанием. Спаси Христос. Виталий Калиников пишет. Печатание десяти пальцевым методом дорогой вы наш Игнатий Тихонович развивает оба полушария головного мозга, улучшает память, запускает масштабное появление на свет новых нейронных связей в головном мозге, омолаживает организм в целом. Это один из факторов и не последний, благодаря которым у нас есть такой феномен, как игла. Ну, это он написал неправильно игла. Г должно быть маленькое. Это не игла, а Г. Игла. Игнатий Лапкин. Я так мешки подписывал с картошкой, это так и закрепилось. А можно ссылочку на эту замечательную программу. Слава Христу, через пять минут я ему ее уже скинул. Это Виталий Калиников, который был в Потеряевке, которого пришлось отправить домой. Вот какие сохранились отношения. Он избрал самый правильный путь. Путь признания своей ошибки. Я пишу. Для удобства работы с текстами, голосовой блокнот, сервис, где можно тексты наговаривать голосом, при этом текст автоматически переводится в печатно-текстовой вид. Вот оно где. Ctrl нажмите, держите, и потом наведите на него курсор, и щелкните, уже будете там. Работает через браузер Google Chrome. Теперь я пишу для Брестка. Полагаю, что многие слышали про напасти и нападки на наш детский православный трудовой лагерстан, находящийся рядом с восстановляемым с нуля православным поселком Потеряевка. Грозная туча с надписью, ибо еще немного. Я это выделю, как у меня принято. Очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Надвинулось на наше детище, на лагерь. Это все выставлено на нашем видеоканале во свете Библии открытым оком. То есть Роспотребнадзор на нас напал. Полицию подключили, прокуратуру, мощнейшая система. Полицию ничего не могли сделать. Полиция внезапно нагрянула 18 июля 2016 года в 22.00. Началась новая страница в летописи нашего детища в лагере. 45 лет жили, отдыхали, работали. И не было подобного нашествия тех, кто ничего нигде не создает, но паразитирует за счет трудящихся. Дети покинули лагерь Стан и в эту же ночь пришлось расформировать, ликвидировать лагерь Стан. То есть я его создатель, 45 лет был начальник детского лагеря, но имею право. Без никакой общины, община 19 лет позже возникнет. Все, больше лагеря не будет. Мы переходя пишу, но дети должны отдыхать и учиться доброму и важному для жизни и спасения душ летом. Купили несколько домов, начали их благоустраивать. Претензии нападающие имеют к питанию и отдыху ночному. Нам нужны волонтеры, желающие потрудиться для Господа. Слушайте, кто это будет слушать. Продукты будут привезены, так было все эти годы. Нужно готовить питание и ночью и днем беречь детей. Дети будут приглашены в гости к жителям деревни. Дети в лагере нету. И они уже не в лагере, а просто в гостях. А уже заниматься будем в лагере с разных домов приходить, заниматься, купаться и опять разбредаться. То есть думаем, что нападок уже не будет. А почему вы думаете, что паразитируют? Так ничего не создают. Сегодня вы же выставили стаблицу, кто паразитирует. Это адвокат, это менеджеры, там разное, там все-все-все перечисляют. Я не знаю даже название. Вот историки, учителя, они ничего не дают историки. Это самые негодные люди, кто исторические факультеты заканчивают. Вот я знаю, они ни к чему не годные. К нам один в Потеряевку просился, говорит, у меня два высших образования, но делать я ничего не умею. Да зачем же ты нужен? Другой ничего не имеет, но любую машину может ремонтировать. Его не можем никак пригласить. Приедет, комбайн и все поставит на ноги, отремонтирует. Холодильники, машинки, швейные, всю технику. Образования фактически-то того и нет. Вот у меня был такой, когда я насчитывал в пленке, Речкунов, Алексей, Леонид Ильич. Вот так. И он все мог ремонтировать. Кто готов, должен сообщить мне, будем составлять договор. Работа только за питание, зарплат ни у кого нету. Калина Влески тут же ответила. Мир вам, братья. Да, мысль, истарка вошла в мой мозг о моей вам помощи в будущем с детками по домам еще этим летом. Сидела по роликам за лагерными событиями во славу Божию. О себе. Закончила в 81-м году педиатрический факультет Кемеровского меда, медицинского института или университета. Чуть выше нашего главного корпуса института находится психлечебница, в которой вас исследовали. Где я был? Когда сидел в тюрьме, оттуда посылают на проверку. Ну, я вышел с прекрасной характеристикой, ничего нет, это у меня все. Для слова Божия нету, и там какой ответ дают. Отношения теплые, ненавязчивые, бесстрашные свидетельства от преступников, ну и так далее. Чесна наша планетка. Включите меня в общий список ваших молитв, Галина, по-моему, господи, о помощниках ваших деткам. Если мои обстоятельства и ваши по деткам Бог распределит по моим силам, то с любовью буду вам всем полезна, а вы мне. Аллилуйя. И аллилуйя, видите, никакие краткие нету, но только это, наверное, вот здесь надо будет написать. На втором месте два? Да. Вот. Теперь я, ну она, видимо, тут не досмотрела, ошиблась. А здесь одну убрать. Аллилуйя, вот так надо писать. Мир вам благодарен, за ответ благодарю по русскому собору в нашем ролике, в вашем ролике события дня номер 342. поняла одно, что жить по христовым блаженствам духовно русский мир общества не сможет, даже если госпожа Яровая и женевна считает Святую Библию. Саша Дрондин, спасибо. Священников больше, но это не ответ. Он говорит, а почему нельзя крестить дьяконам? Я отвечаю, да, священников в 10 раз больше. А если поедут священники, там, ну дальше он говорит, вот едут по Сибири два миссионера, священник и дьякон, миссионеры. Ой, что ж, именно миссионеры, благовестники еще согласен, а что миссионеры сомневаются. И вот желающих тысяча. Так, может или нет дьякон крестить? А за программу, да, благодарю Господа. Я отвечаю ему. Не тысячи, такого ни разу, за тысячу лет на Руси никогда не было, да и не могло быть. Нужно сначала оглашать, проповедовать, учить. И на это по опыту церкви нужно от трех до пяти лет. Так что тут нужно сначала учить. Вот пусть дьяконы учат. Чтобы обратить человека ко Христу, нужны тысячи талантов. А чтобы покрестить, не нужно ни одного. Но достаточно быть священником, говорит святой Иоанн Златоуст. И крестить все будут единицы, и без дьякона обойдутся священники. Если не будет священников, то и милинин может покрестить, зная сакральные слова в таинстве крещения. Ну какие? Рассказать во имя Отца погрузился. Аминь. Во имя Сына. Аминь. Во имя Духа Святого. Погрузи его, чтобы на Дим вода стояла. И когда он выныривает, он рождается для новой жизни. Ну и вот это для текста, что нужно. Теперь, кто ждет разговора по скайпу, должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. И не звонить ни в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Звонить можно с двух до шестнадцати по Москве. Вот. Это что-то такое. Тут еще лишнего убрать надо. Беседа, ответы с теняя поинтересно. Вот говорит с шестнадцатой минуты. Вот с теняю, Олег не ожидал. Крестили песком. От воды и духа, а не от песка и брюха. А Олег что попало говорить-то? Ну-то вообще песком крестит. Так, чтобы не мельтешился. Дальше наши ресурсы. Наши ресурсы очень большие. Вот мы теперь смотрим мой мир. Сейчас я открою, покажу. Ну и наш. Вот он где открывается. Иди, иди, иди. Иди. Вот она как. Видите, в шапке я другое. Здесь можно писать. Здесь много у нас. Только видео, 4797 роликов, 20555 фотографий. То есть очень богатые. Но я сюда все копирую и переношу с нашего видеоканала. Ну и второй большой наш ресурс. Ну посещается немного, человек по 300. Это вот православный форум Игнатия Лапкина. 1603 темы примерно. Очень и очень богатый. Заходите. Ну и дальше показать. Сейчас я покажу наш видеоканал. Вот он как выглядит. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну и вот сколько. Здесь у нас примерно 5800 роликов. Посещение не ахти большое какое. Ну вот сегодня я поставил какое. Так. Ну тут помаленьку. 38, 47, 50, 166. События не выходят на первое место. За сколько? За 2 часа назад. Вот. Ну и большой очень ресурс у нас. Первый который у нас появился. Это православный библейский сайт во свете Библии. С кем я разговаривал. Зайдете вот к истинному православию. Смотрите. К истинному православию. Вот я его сейчас ткну. Вот он наверху. Покажи. Крупно. К истинному православию. Что им в первую очередь нужно было? О священстве и о церкви. Вот. 87 и 98. Ну я ткну сейчас о священстве. Вот я ткнул. Вот оно о священстве. Места жирным курсе это места из Библии. Смотрите какой материал большой. Я провожу его. Это все о церкви. О священстве. О священстве. А теперь о церкви. Опять же. Вот сколько мест писания. Я 40 лет собирал материал. Вот. Я прокручиваю. Ну видно что это. Да на весь экран. Да тут сколько всего есть. Вот оно. Поэтому что говорит. Заходи считай бери. Ну а дальше уже будет о посте. Вот я это закрываю. Ну как будто все на этом. Какие большие главные события конкретно вчера. Ну что сказать. Ну разговор по скайпу. Ходили вечерняя была. Люди были живы-здоровы. И позавчера мне скинули программу когда говоришь и все записывается. Говорят много ошибок. Видно мы отремонтировали. Почти нет ошибок. Только знаки припинания. И вчера я попросил наших братьев Владимира Александра Пащенко и Никиту Андреевича Колесникова данные дать. Я говорю переписывают Библию. От руки. Раньше переписывали. Вот возьмите одну страницу из Библии и перепишите ее. Ну понятно было. Значит Володя начал писать печатными буквами Никита просто прописью как. Теперь Библию закройте. Теперь с этого перепечатайте и потом сверим с Библией. Будут нет ошибки. И будут данные. Так вот послушайте кто хочет знать какие данные выдали. А началось с чего? Именно с того что много времени тратится печатать. А если я говорю и печатают само сколько время сохранится. И я тогда сказал давайте ребята проверим сколько времени уйдет на переписание Библии. Разве можно переписать? Повторяю за 9 лет почти у меня появилось 3467 стихотворений. Я их называю проповедь в стихах. Каждое стихотворение 9 куплетов 4-строчных 36 строчных. Ну я дальше зарядил и система выдала что у меня во всех стихах 4 миллиона кому интересно запишите 4 миллиона 329 703 буквы. 4 миллиона вся Библия с каноническими книгами с неканоническими 3 миллиона 172 512 значит во всех стихах 4 миллиона 329 703 а в Библии 3 миллиона 172 512 а Новый Завет отдельно 612 909 и что нужно два раза Новый Завет переписать добавить ко всей полной Библии тогда будет количество букв как в моих стихах а я их все написал рукой а потом перепечатывал я буду чего сказать то есть за 9 лет только стихотворной форме что написано мною вручную это надо Библию с неканоническими и отдельно два раза переписать полностью с откровением Новый Завет вот сколько и что получилось у Никиты оказалась Библия такая с застежками и у Володи одинаковые Библии ну в них оказалось там высчитали первых страниц 9 нету 1287 страниц 1287 вот Никита пишет на одной странице у него получилось 7 ошибок то есть на Библию если бы он ее переписывал ну умножить на 1287 получается ровно 9000 ошибок то есть ее нельзя было уже пользоваться нету почему торопился или что-то ну Никита я правильно говорю что это ничего он же не переписчик просто показал что нам тут таить нагонять тень на плетень а у евреев когда переписывали говорят они подскапливали убирали где я христина глупости если 4 ошибки было обнаружено хотя бы он уже пол Библии переписал проверять не будут Библия то есть свиток сжигался 4 ошибки а здесь 9000 ну разница есть дальше да новый завет не считаю только и то что свиток там не цельный вот сколько он нам одну минуту он говорит на одну на одну страницу 40 минут и печатал 40 минут рукой переписал и так то я это умножаю на страницу получается 51 тысячи 480 минут ну это 858 часов я почему говорю я начитывал Библию и знаю 89 часов почти 90 Библии с неканоническими книгами то есть если писать быстро быстро как Никита он бы мог без ошибок написать просто поспешил вот то в 10 раз больше ровно в 10 раз больше времени надо новый завет 257 страниц ну тут легко понятно два раза надо переписать Пащенко Володя у него ушло не 40 минут а 2 часа он писал более внимательно и ни одной ошибки не обнаружено 2 часа и у него если так то Володе потребовалось бы для Библии переписать 2574 часа если по одному часу в день бы он выкраивал и писал с такой же скоростью ну на 365 дней если разделить 2574 ну вот и получится сколько лет ему надо переписывать ну а 2-3 часа значит 3 раза будет меньше если на одну страницу Библии рукой переписчик тратил время 2 часа как Володя пропусти ее посмотри поскорее открой кошка просится под пол в новом завете вот такие данные с чем мы занимались вчера я только сказал мои братья сразу бросили заниматься своими делами и сразу сели переписывать видите какое послушание ну зазомбировали как говорят любовь я говорю вы это сохраните однажды я переплетчиком работал реставратором на государственных предприятиях автобусом привозили мне свои там такие бумажки их надо было переплетать они как труды Ленина стояли у них ну профессионально если это делать когда человек переплетает я попутно сказать в руках у него очень много разных книг и раньше писали от руки и вот мне присылает с севера женщина знакомая моей жены 4 тетради тетради это были по 94 страниц 94 листа наверное 96 96 страниц или листов 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 в клеточку ну обыкновенная тетрадь 96 листов и 3 3 тетради она их переписала новый завет тушью печатными буквами чтобы я переплел в один трудно было найти ну я когда увидел да там в конце по дням недели какое считает церковь православная все прямо буквы хоть как будто ну печатные красивый почерк я сразу же это присвоил и ей не отдал назад некоторые сразу ааа такой да это сокровище она могла потерять его а я показывал это у меня были целый свод евангелий на удмуртском языке на башкирском там на татарском на английском немецком французском то есть у меня лично это было лично было достали люди где-то и я хотел среди них показывать и этот ну как же бы отняли ну отнял и все не все не все я послал ей Библию в то время ее Библию нельзя было достать Библию я ей в сто раз больше дал там благодарности конца не было однажды одна из стихотворения такое кажется если я не ошибусь он сам писатель но писала стихи Виктор Гюго одна девушка сидит беседует с одним старцем он как учитель сегодня называет как старца и он ей считает вот как Адама сотворил и когда усыпил он взял ребро она говорит ему учитель ну как же Бог своровал одно ребро человек спал ничего не знал он встал ребра нету Бог своровал 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 не отдал говорит а что взамен дал из этого ребра почему ты не говоришь то и показано идет Ева красавица ну Геставра посмотрите так и здесь да я своровал да я взял но дальше она это утвердила и что из этого получила и вот я теперь показал вот пожалуйста я люблю математику и показал то есть я переписывал стихи в моей стихе это выходит я Библию переписал только насчет стихотворения и два раза еще дополнительно Новый Завет не считая сколько переписывал Новый Завет когда я обратился у меня целые чемоданы были на корабле был переписан Псалтырь полностью не один раз еще переписал полностью весь Псалтырь я сколько переписывал Псалтырь даже трудно сказать в тюрьме один раз переписал крупно чтобы считать можно было когда работаешь и помаленьку даже движется то можно Можно и продвигаться вперед Ну вот, вчера этот день был памятный Однажды утром встает Виктор Николаевич с Савченко и говорит Сегодня у меня памятный день Догадайтесь, что? Ну что, что там у него может быть? Он говорит, ночью сегодня очередной раз закончил читать Библию от корки до корки Сегодня начинается сначала с бытия Понимаете, вот это верующий человек только может так сказать Ну кто там в сочинении Ленина или Марса Кто будет читать так? Я прочитал и снова Считать надо ежедневно А вы читаете? Нет, не считаю Я только что где-то сейчас обращаюсь и все Я помню Но где что обращаются, пишу письма Я все время в разных местах по поисковику А так я насчитал два раза на пленке И в интернете, вот зарядите Библию, аудио, Игнатий Лапкин И вы найдете насчитанное мною Минимум два раза я могу доказать, что я прочитал Другие считают там сорок раз, сто раз Как бы в аптисе, четыре раза за год У меня этого нет, я занимаюсь другими делами А Библия все время у меня в голове Бог дал мне память И у меня нет нужды сидеть и считать только Я считаю святых отцов, отвечая на вопросы Хотя, когда что-то замолкает где-то Я сразу читаю Библию, если есть возможность Молитва и Библия Молитва и чтение Слово Божие Везде надо спешить, кроме двух моментов Когда считаешь или переписываешь Библию И когда болишься Здесь нельзя спешить, чтобы не было ошибок Два момента в жизни, где не надо спешить Ему вот показали Семь ошибок и ни одной Разница большая Но и во времени больше, чем в два Ну, в два с половиной раза больше потратил время Тот, кто не спешил Ну и все на этом на сегодня Во славу Божию Продолжение следует...